Друзья, всем привет! Снова я, снова рядом с нашими любимыми гамадрилами. Пришел не просто так. Вон, смотрите, они тут за мной ходят хвостиком. Конечно же, не без угощений я пришел к ним. Ну и не только навестить их. Вот сейчас расскажу, в чем дело и почему именно около гамадрил. С того момента, как мы начали показывать, как я начал показывать нашу семью вот этих потрясающих гамадрил из Ялтинского зоопарка «Сказка», вот как мы... О, Лешик, не попало тебе. Как мы показали Лешика, показали Нафаню, рассказали о всей их семье, о планах поженить Лешика и Люську, сразу же, друзья, у нас, конечно же, и прибавилась аудитория, за что я вам благодарен. И благодарен, конечно же, нашим гамадрилам. Вон, смотрите, помидорка нашему Нафанечке. Так, кто следующий? Ой, сейчас. Вот. Подписки, просмотры, ну и много, конечно, у нас появилось новых друзей, сторонников. И, конечно же, друзья, все наши зрители всегда пишут добрые комментарии. Ну, а мы, конечно, этому очень радуемся. Вот. Приятно. Все читаем самостоятельно. И, конечно же, друзья, посылки тоже приходят и к нам в зоопарк. Вот. Сначала их получает Татьяна Алексайгина. Ну и когда видит, что есть и подарочек мне, тоже их мне передает. Вот. Часто мы с Татьяной встречаемся и периодически мне передают от вас подарки. И сегодня так называемая распаковочка. Сейчас я дам угощение нашим гамадрилам. Ой, они тут разные. Вон, смотрите. Все сидят, все ждут. Эй. Ой, ой, что? Да? Испугал? Испугал? Вот они, наши гамадрилы. У меня тут к ним сегодня мешок. Мешок разнообразнейших угощений. Так. Кто хотел бы орехов? У меня огромный мешок орехов сегодня. И всем нашим любимым гамадрилам я, конечно же, их с удовольствием отсыплю. Да, Нафанчик, скажи, зачем мне твои орехи, когда вот помидор был вкусный? И Нафаня попробовал помидорку сам и отдал вон Лешику со сказкой. И вот они его разбирают. Класс. Все. Помидор. Помидор уже вон Лешик делится своими сородичами. Вкуснейший помидор. Но пакет угощений еще не пуст. Ну-ка, Нафанчик, на еще один помидорчик. Смотрите. Все, забрал и демонстративно перед всей своей семьей жует помидор. Помидоры я тоже очень люблю. Помидоры вкусненькие, сочные. Ну, просто сказка. Объедение. Нафанечка. Но, как вы знаете, друзья, кто давно нас смотрит, Нафаня очень любит семечки. Разные. Вот. И из помидоров он выедает тоже только семечки. Вот арбуз, когда я приносил, тоже только семечки арбуза. Вот он выедал. А все остальное, самую сладкую часть, конечно, он отдавал своим родственникам. Сегодня Нафанечка безумно щедр. Скажи, а что? Могу себе позволить. Я же альфа-самец. Он, видите, выбирает только семечки. Все. Разрывает помидор, разрывает кожуру и все, кушает семечки. Ну, а тут у меня тоже гуляние полным ходом. Орехов много. Ну-ка, кому орешки? Кто хочет орехи? Нафаня тут как тут. Скажи. Все самостоятельно. Успевает у него уходить. Угощение. Хоть он и грозный, но не всегда его боятся. Вон, разбегалась молодежь. Вон, Лешик играет, сейчас он есть и строй. За Аду спряталась сестрица Зипа. Все. Я в домике. Да. Но игры есть игры. Скажи, Ада, защищай меня от Лешика, защищай. А Лешик ей язык показывал, я не успел. А, вот, смотрите. Шучу, конечно, он мне язык показывает. У них же, я уже говорил, есть такие карманы за щекой. И туда они складывают угощения. Видно, он, чтобы не лапкой себе помогать, а так просто открывает широко, вот так, да, свой рот. И оттуда выпадают орешки. И он их может спокойно пережевать. Вообще обалденная семья. Так вот, друзья. Что касается подарков. Конечно же, я все угощения успею передать нашим гамадрилам. И мне очень приятно, на самом деле, до глубины души, что вы дарите нам какие-то подарки, что вы хотите нам сделать приятное. Ну, я уже говорил, что для меня лучшая награда – это ваши просмотры, это ваши подписки, это то, что вы пишите комментарии и постите наши видео в соцсетях. Это лучшая награда, это лучшие подарки. Но, раз присылаете, я, конечно же, от подарков не откажусь. Я тоже, как и все, люблю подарки. Вот. Единственное, что... Когда пишете Богдану, еще хотелось бы, чтобы вы писали на подарках, ну, от кого. Вот. Я бы вам лично в наших видео передавал бы приветы. Потому что вот у меня, когда Татьяна распаковывает подарки, вот, на них наклейки Богдану в сказку. Вот. Подарили мне обалденную вот такую кружку с тигром, с золотыми глазами. Вон, смотрите, с позолотой. И она играет на свету. Очень приятно, очень крутая чашка. Вот. Я, конечно же, ей буду пользоваться. Она мне очень понравилась. Но пока не распаковывал, вот. Хотел похвастаться, что вот такую чашку мне подарили. Тигр. Настоящий тигр. Крутая чашка. Друзья, огромное спасибо. Напишите в комментариях, кто из вас сделал такой подарок. Я буду очень рад и признателен увидеть, кто из какого города. Ну, и, конечно же, сладости. Вот в таком пакете. Тоже написали. Богдану. Вот. Здесь у нас и кофе. И шоколадные конфеты. Все покажу. Баночка кофе Якобс. Вон, уже смотрите. Лешик говорит, это нам кофе. Да, я бы вам дал кофе. Но, к сожалению, обезьянкам кофе. Обезьянный кофе не пьют. Ну и, конечно же, конфеты. Трюфели. С дробленным фундуком. К этому вкусному напитку. Ну и, как говорится, угощениями и сладостями. Угощениями и сладостями рады все. И вот еще такая коробка конфет. Тоже написали Богдану. Но, вот, к сожалению, не написали от кого. Поэтому, если есть желание, напишите в комментариях, кто и откуда делал подарки. Мне очень приятно. И еще раз всех хочу поблагодарить. И вот наши гамадрилы тоже собрали здесь большим кругом своей большой семьи, чтобы всем вам, друзья, передать приветы. Да? Нафаня, давай скажем. Привет, привет, привет. Ну, вот, видите, он даже на этот звук такой цокающий даже его пытается повторить. Ну и, конечно же, друзья, не забывайте приезжать в зоопарк «Сказка» в городе Ялта. И в парк его в Тайган. Кстати, как я уже говорил, в зоопарке «Сказка» живут настоящие капибары. Самые трендовые, самые популярные сейчас животные. Про них много песен, разных треков сейчас. Просто интернет переполнен. Там разные песенки, капибары, капибары, капибары. Все их уже слышали. Много футболок разнообразных и сувениров продается с капибарами. Поэтому, друзья, ну, приезжайте, взгляните и на капибар вживую. Ну и, конечно же, у нас на канале есть видео про капибар. Ну и в ближайшее время я тоже еще несколько видосиков с капибарами опубликую. Капибары очень интересные животные. Но не буду о них так много рассказывать. Ведь сегодня и сейчас и я у наших гамадрил, которые вот тут собирают орехи. Потому что оно не только на Фаня может их лопать, а и все остальные питомцы. И вот, как я уже говорил, Вот такой вот, смотрите, дождь из орехов. Даже вон лешек пригибается, боится, что на голову что-то упадет. Но орехи мелкие, орехи грецкие, чищены. Поэтому никакого вреда, падая на голову, они не причинят нашим любимым гамадрилам. Ну, а они сейчас собирают, собирают орешки. Все теперь заняты делом. Ой, кухает, кухает. А, да? Класс. Вон все. И малыши, и взрослые самки. Ну, и подростки постарше. Типа нашего Олешика и его сестрицы. Так что, друзья, как видите, гамадрилам очень нравится все время что-то собирать. Они очень любят собирать, что-то находить, что-то ковырять. Вот пни, которые у них, вот в вольере, вон, видите, они их тоже постоянно там ковыряют. Потому что, возможно, там какие-то насекомые появляются. И гамадрилам очень интересно чем-то заниматься. А гамадрилы вообще, как мне кажется, очень-очень трудолюбивые обезьяны. Потому что в тех регионах, где живут гамадрилы, там, конечно же, надо прилагать много усилий, чтобы хорошо и вкусно питаться. Это у нас в зоопарке сказка и в парке львов-тайган. У них достойное питание. Их очень хорошо кормят. Они вон прекрасно выглядят. Не только гамадрил, а всех питомцев зоопарка великолепно кормят. Ну, это видно и по львам, и по тиграм. Все крупненькие, все накормленные. Ну, и спокойно всегда реагируют на посетителей. Да? Вот лешик наш. Звездный мальчик. Говорит, меня покажи. Как же без меня? Так что, друзья, как видите, у гамадрил очень интересно. Поэтому приезжайте к гамадрилам. Они очень любят посетителей и с радостью всех встречают. Ну, конечно же, единственная просьба, друзья, через барьеры и отжимные детей не пересаживать ни в коем случае. Не нарушайте правил посещения зоопарков. Класс! Сегодня потрясающий ролик, друзья. И еще раз всех хочу поблагодарить за подарки. На самом деле очень приятно. Всем вам, друзья, пламенный привет. Кто не подписался, подпишитесь, поставьте лайк, поделитесь нашими видео. И приезжайте в наши любимые зоопарки сказка Миялте и парк Львов Дайган в городе Белогорске. Отличного настроения. Пока-пока. Пока-пока.